Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, и сегодня мы начинаем проходить игру «Шорох» в директорской, то есть в режиссёрской версии, дополненную сразу, то есть со всеми плюшками, типа там допилили очень многие спорные моменты. Я очень долго, давно хотел и пройти, более того, и очень многие подписчики просили в личных сообщениях, но при этом игра, нужно понимать, что это всё-таки квест, хотя и хоррор, конечно, знатный, но при этом квест, поэтому больный экшен тут не ждите. И вот именно сейчас такой момент, когда у нас один натуральный экшеновый хоррор идёт на канале, это в данный момент Dead Space, чтобы разбавить маленько этот экшен атмосферными моментами, я думаю, мы как раз-таки возьмёмся за шорох. Как видите, у меня изображение в формате 16 на 9, то есть Letterboxd, но при этом вот такие вот артефакты присутствуют. Я сознательно пошёл на это, несмотря на то, что в заставках и на титульных экранах будут вот такие вот артефакты, типа вот того, что тут порезано. В самой игре зато изображение будет без чёрных полос по бокам, это меня устраивает, и вас, я думаю, тоже смотреть будет интереснее. Ну и, собственно, давайте начинать. Во что будем играть? Шорох режиссёрской версии. Погнали. Вот, видите, о чём я вам говорил. Полоса справа. Надеюсь, вы смотрите эту ночь, потому что это, на мой взгляд, очень атмосферно и круто. Локализация, кстати, отличная. Я в игру ни разу не играл, не подумайте, я просто слышал про неё. И слышал, что тут, конечно, прокрался вездесущий Борис Репетур на озвучке. Ну, в принципе, я давно уже его не слышал и заскучился даже по его голосу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я прибыл в поместье Blackwood холодным субботним утром, окутанным густым туманом. Погода была не очень хорошей, и было как-то подозрительно спокойно. Но вскоре я начал привыкать к этому месту. Мини-купер, прям как мистер Бин. Субтитры создавал DimaTorzok Да, вот и оно по месте. У меня такое ощущение, или звук подтормаживает. Вообще, игра работает криво. Это чисто ПК-шная такая вещь. На ПК у нас игры, начинающие такие вот студии, за маленькие бюджеты делают, как правило, очень криво. Поэтому удивляться особо нечем. И вот, ну, собственно, то, о чем я говорил. Собственно, геймплей у нас идет в привычном леторбоксе. Поэтому оно того стоит, на мой взгляд, все-таки все вот эти артефакты. Так, тусклое небо, затянутое облаками, действовало мне на нервы. Я почувствовал нервы... Ах, не успел прочитать. Короче говоря, это наш главный герой, писатель, внезапно прославившийся, обогатившийся на своей первой же книге и купивший себе вот этот дом. Собственно, сюда он прибыл, и сейчас мы будем осваиваться, похоже. Это капот моей машины, которую я крайне редко открываю самостоятельно, поскольку ничего не смысляю в автомобилях. Я писатель, а не автомеханик. Что-то ты какой-то, блин. Так, внутри у нас что? Поехали сразу отсюда? Да, я чувствую, это добро мне кончится. Так, правая кнопка мыши у нас, это что такое? Это стандартный такой квест с пиксель-хантингом, поэтому, если кому что, то учитывайте это. Как-то странно с управлением. Ну ладно. Посидели, короче, в машине, вот тут у нас... А, в бардачке ключ, отлично. Что за ключ? Можно было бы про них почитать, что-нибудь про эти вещи, конечно, было бы вообще круто. Ну ладно, выходи. Блин, давно я в квесты не играл таки. Отлично. Так, все, выходим. А неплохой домик, да? Надо сказать, достаточно так все. Очень круто. Конечно, странно, он как-то под вечерок приехал. Хотя ладно. Так, тут у нас гаражик, но нам пока, наверное, не туда. Пойдемте домой. Мы же только что прибыли в это имение, поместье. Красивый. Блин, он с этими фонтанами запаришься просто. Чистить их. Тут по-любому слуги нужны. И вот он. Не такой уж большой дом, кстати говоря. Но крутой, крутой. Поэтому не откажешь. Разумеется, дверь в дом была заперта. Разумеется, нужно взять вот этот ключ. И... И так. Твою дивизию. Давай, хватай его. Хватай ключ. А вот, вот так нужно делать, понятно. Практически не прилагая никаких усилий, я открыл ключом входную дверь. Так-то да. С первого раза, считай. Ух ты. Блин, ну это офигенно. Посмотри, какой дом. Просто замок. Так, хорошо. И что мне тут нужно? Огромная китайская ваза. Кэп, как обычно, не дремлет. Старый, рваный. Кто говорит? Алло. Майкл, это я. Привет, Джерри. Рад тебя слышать. Гляди-ка, это старье и правда работает. Хм, удивительно. Ты читаешь мои мысли. Я боялся, что все развалится, едва к чему-нибудь прикоснешься. Так как тебе здесь? Тебе нравится это местечко? Ну, пока рано говорить об этом. Но я очень впечатлен, это точно. У тебя какой-то странный голос. Все в порядке? Да-да-да, я в полном порядке. Просто нахожусь под большим впечатлением. Я приятно удивлен. Этот дом просто мечта, оставшая явью. Так тебе понравилось здесь? На секунду ты заставил меня поволноваться. Говорю тебе, я собираюсь превратить это место в фабрику романов ужасов. Хорошо, ты должен закончить эту книгу. Я поддерживаю тебя, приятель. Ты уверен, что все под контролем? Ну, я только приехал сюда. Дай мне осмотреться, и я сообщу тебе, если обнаружу что-нибудь странное. Отлично, позже поговорим. Пока-пока. Так, все, нужно выходить отсюда, я думаю. Блин, конечно, меня маленько беспокоит эта полоса справа. То, что она появляется достаточно часто, это, на мой взгляд, не очень хорошо. Картина, жеребцы. Круто. Так, все, мне похоже, нужно как-то освоиться. Я попробовал включить свет, но, к моему удивлению, электричество не работало. Бывает. Ты приехал в дом даже вообще на него, несмотря до этого, что ли, я не пойму. Ты посмотри, какой, да? Столовка какая. Что характерно, во всем этом есть что-то такое вот от аннезии. Просто я не знаю. Игра совершенно другого толка и намного более неторопливая и медленная. Но что-то вот такое есть. Рабочий кабинет, офигенно. Диплом инженера-конструктора, выдан Джеймсу Блэквуду. То есть, я так понимаю, что... Вещи их никто отсюда и не вывозил, да? Они как тут жили, так все и осталось. Давайте посмотрим. Старые фотографии. Я вообще не очень хорошо знаю историю этого дома. Так, тут у нас что-то такое. Сигары. Сигары, офигенно. Подарочек от бывших гостей. Письма. Что за письмо? Пустой почта. Пустой почтовый конверт. Ладно. А тут у нас что? Это просто потрясающий дом. Он превзошел все мои самые смелые надежды. Джерри просто молодец. Я даже не ожидал от него таких результатов. Немедленно отправляюсь осматривать свои новые владения. Дженни сказал, что электрик уже в пути... Джерри сказал, что электрик уже в пути. И он наверняка решит все проблемы с освещением в доме. Вот это было бы просто прекрасно. Похоже, электричества в доме нет. Впрочем, наивно было бы ждать всего и сразу, я так считаю. Ерунда, конечно, но, пожалуй, стоит сообщить об этом Джерри. Да мы ему уже сообщили, по идее, да? Ладно, давайте в нашу комнату посмотрим спальню. Где она здесь находится? Я думаю, в втором этаже. Смотри, глобус. Блин, вот это квартира, конечно. Камин. Отлично. Отличные условия для жизни. Так, ну, там, я думаю, у нас кухня будет дальше. Блин, я как будто сам этот дом заселился. Настолько круто. Так, мне кажется, вот в этом ящике что-то может быть интересное. Скатерти, салфетки, совсем не то, что мне нужно. А что тебе нужно? Пока что мы просто осматриваемся. Не волнуйся. Красиво. Фарфор. А это у нас куда? Супер. Да, жаль, что лепричества нет. Но пока же не нужно. Об этом ночью будем страдать от этого, рефлексировать. Вот и кухня. Ну, на кухне, конечно, срач еще тот. Тут, похоже, с 18 века все осталось. Но, по крайней мере, кухонька достаточно неплохая. Так, там, я думаю, кладовая. Или в подвал. Да, находится подвал. Похоже, она заперта. В подвал мне пока что не особо нужно. Так, а тут у нас что? А вот, похоже, и спальня, да? Или это спальня прислуги? Что-то бедновато тут как-то. Судя по всему, обитатель этой комнаты увлекался фотографией. Отлично. Я очень рад за него. Рубашки. Какой-то хлам бессмысленный и безобразный. Ничего, выкинусь. Как, кстати, нашего главного героя это зовут? Я уже забыл. Блин, да, выходи. Вот с этим Pixel Hunter, ну, конечно, когда я в него не играл долго. Ссанный матрас какой-то. Да чего же убогая кровать. Да и комнатка, признаться, не фонтан. Да, я тут с тобой согласен полностью. Так, практическая фотография. Обучающие, короче. Стереоскопические фотографии. То есть, стереокартинки он делал? Так, ладно. Будем считать, что я не даю отражения. Это издержка технологии. Статичные картинки все-таки. Здесь сантехник нужен. Дикий смрад из унитаза отбивает у меня всякое желание вглядываться в урон содержимое. Ладно. Очевидно, эта ванна использовалась в качестве фотолаборатории. Так, что на картине? На картине, в принципе, ничего пока что. Тут ничего. Как видите, игра очень неспешная и... Ух ты. А вы кто такие? Ну, я могу как-нибудь с помощью, скажем, тебя? Нет. Понятно. Так, ладно. Отсюда выходить, пожалуй, нужно. Воды нет. Блин, не воды нет, не электричество. Куда ты приехал вообще? Что это такое? Ух, как приятно после всяких этих бешеных экшонов отдохнуть и поиграть. Вот что-то такое тихое и неспешное. Я вообще не уверен, что в первой серии будет хоррор. Ну, по крайней мере, мы приехали домой. Так, ладно. Дом, конечно, большой. Давайте убираться, что ли? Найдем уже свою комнату. Да, я думаю, заночуем. Потому что уже темнеет. Что на втором этаже? Уже поднимаясь, я вспомнил, что Джерри говорил о специально приготовленной для меня комнате на втором этаже сразу у лестницы. Это вот она, да? Или она направо? Давай посмотрим. Нет, тут явно не она. Так, что у нас тут? Ну, тут уже как-то более все живенькое. Тут уже можно жить. Там у нас щетки. Целиться неудобно. Что это я взял? Полотенце, что ли? Тряпка была относительно чистая, учитывая обстоятельства. Понятно. Ничего. Ничего. И ничего. Так, ладно, выходим пока. С дороги поссать-то не охота тебе, уважаемый? Видимо, нет? Это кто такие? Чё-то, блин. Не очень мне нравится эта фотография. Это что за руки такие? Ладно. Картинка, надо сказать, не самая приятная. Так, здесь у нас... Что у нас здесь? Ничего себе. Меньше всего я ожидал здесь увидеть прекрасную галерею, посвященную культуре африканских аборигенов. Это прям музей какой-то. И чё это всё тут делает? Компас, подзорная труба, фляга. Кто-то любил путешествовать, похоже. Лампа, похоже, сломана, жалосты какая-то здесь, в этом доме, вообще что-нибудь работает, нет? Понятно. Всё потом. Давайте уже найдём. Выход отсюда. Ну, прикольно. Каждая комната какое-то открытие. Так, дверь напротив. Что здесь? Вот спальня, похоже. Уф, ну наконец-то нашёл. Кровать выглядела вполне удобной, но лично мне такие не нравятся. Слишком уж пышные. Значит, спать не будем, да? Картинки. Достаточно такие. Не бедно тут народ жил. Больше мне делать нечего, как только копаться в... А, это дамская комната, точно. Извинеть, флакончиками с высохшими духами. Ладно, что-то я заговариваюсь. Это, похоже, не для меня, что ли, комната? Судя по всему. Большой дом, офигеть. Эффект присутствия, несмотря на то, что игра с статичными такими картинками и панорамным обзором, эффект присутствия просто обалденный. Так, вот, скорее всего, моя комната. Рядом с лестницей. Да, вот она. Я сразу почувствовал, что это моя комната. Одного взгляда на невероятных размеров окно и открывающийся из него вид было достаточно. Именно такой кабинет я искал. Ну, рад за тебя. Так, что мы тут делаем? У окна меня поджидал не менее прекрасный дубовый стол. Да, стол, конечно, зачетный. О, понятно, то же самое все. Кажется, этот маленький столик просто создан для моего чемодана. Понял. Так, исчезающий город. Майкл Артур. Или Арк... Архейт? Архейт. Бестселлер номер один. А, за счет этой книги ты у нас и прославился, и разбогател. Самая захватывающая книга года. Странствующий путешественник случайно оказывается в маленьком городке Фетч-Рок, расположенном в английском графстве Корнавалл, и обнаруживает, что в нем нет ни души, ни малейших признаков жизни. Дома, магазины, городская ратуша, церковь, везде царит запустение. Путешественник сообщает властям ближайшего города об этом феномене. На следующий день офицер с двумя полицейскими отправляется в Фетч-Рок. Но там жизнь идет в обычном ритме. Десять лет спустя журналист Джон Паркер с неохотой берется за порученное ему задание выяснить природу странных событий, о которых в тех местах уже стали слагать легенды. Может быть, все это просто шутка того неизвестного путешественника? Или на самом деле в исчезающем городе творится что-то странное? Ситуация становится еще более запутанной, когда Паркер выясняет, что никто из жителей Фетч-Рок не помнит, что же произошло в тот злополучный день. То, что сначала казалось Паркеру скучной и бесполезной работой, на самом деле превращается в сплошной кошмар. А Фетч-Рок оказывается местом, скрывающим ужасную тайну. В своей потрясающей дебютной книге Майкл Артхей, а его Майкл, зовут Артхейт, предлагает вам запутанный сюжет. И до последней страницы вы не можете даже представить, чем вся эта история закончится. Журнал «Психотические мечты». Если Генри Лавкрафт был бы еще жив, и ему бы пришло в голову написать свою трактовку плетеного человека, результатом стала бы эта книга. Серьезная, захватывающая чтива. И очень страшная. Истории из рельех. Как мы видим, просто, блин, они вдохновлялись, похоже, Лавкрафтом. Блин, я тоже соскучился по такого рода ужастикам. Майкл Артхейт – новое имя в этом жанре. Родился в Providence, Рой Айланд. Позднее перебрался в Англию, в Лондон. Его первый роман – яркое доказательство того, что ему нет равных в наведении на читателя страха. Отличающийся свежим и завораживающим стилем, Майкл публиковал несколько своих рассказов в детективных журналах. Его следующую книгу с нетерпением ждут миллионы поклонников. Молодец. Много добился. Так, это визитка? Нет. Джерри Пикартер, агент по недвижимости. Лондон. Ротбери. Нортум Берланд. Круточа. Письмо. Майклу. Майкл, пришлось потрудиться не один месяц, но в конце концов, думаю, у меня все получилось. Я пишу «думаю», потому что на сегодняшний день осталось уладить еще несколько мелких деталей, но с полной уверенностью могу сказать, что этот дом теперь практически твой. Приношу тебе свои извинения, так как поначалу я даже не предполагал, что поиски дома займут столько времени. Признаюсь тебе, я и подумать не мог, что найти дом, построенный в викторианскую эпоху, да еще и нигде-нибудь, а именно в Ротбери, будет очень непросто. Большинство старых особняков здесь либо непригодны для жилья, либо принадлежат аристократам. Ох уж мне твои капризы. На самом деле, так ли важно для тебя жить за городом? К чему это стремление к одиночеству? Ну, до тех пор, пока ты еще не стал типичным писателем-отшельником. Как бы там ни было, здесь такая красота, что невольно захватывает дух. Дом принадлежит богатой семье, принадлежал, которая всегда о нем хорошо заботилась. Где-то в середине 60-х годов этот дом перешел в собственность одного человека, если я не ошибаюсь, друга этой семьи. Он прожил здесь около пяти лет, а затем уехал. Да-да, просто уехал из Ротбери, никого не предупредив. По моим сведениям, этот сумасшедший, между прочим, очень известный доктор, провел остаток своих дней, пьястуя в грязных забегаловках, а затем и вовсе исчез с лица земли. Никак не могу понять, почему люди совершают подобные поступки. Затем дом перешел в собственность управляющей компанией National Trust, и, к моему удивлению, никто им больше не занимался. Он так и стоял ничей, пока я не вытащил его из царства забвения. Мне пришлось усердно работать, поэтому я очень надеюсь, что он тебе понравится. Цена соответствует обговоренными нами сумме. Знаю, в это трудно поверить, но то, что находится в этом доме, никто никогда не оценил, поэтому все, что ты найдешь внутри, будь то мебель или забытое полотно Рембрандта, теперь твое. Просто помни о нашем уговоре, если ты найдешь что-то действительно стоящее, ты должен поделиться. Конечно, они будут тебя беспокоить, если окажется, что твой диван, предположим, стоит несколько тысяч, но если вдруг ты случайно наткнешься на тайник с деньгами, кто его знает, все может быть. Я захочу получить свою долю. Да, кстати, если ты вдруг решишь продать какую-нибудь важную вещь, находящуюся в доме, например, тот же диван, мне придется принять в этом непосредственное участие. Бизнес есть бизнес, друг мой. Между прочим, я вчера направил сюда двух людей, чтобы вымыть дом сверху донизу. И ты как думаешь, за шесть лет запустения все вещи покрылись толстым слоем пыли? Конечно, не стоит ожидать чудес, и тебе придется потратить не одну неделю, чтобы привести все в порядок. Да, уборщики мне сказали, что в доме, как им показалось, завелись крысы, но, приятель, не все коту масленица. Если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся, сразу звонит твой друг Джейли. Ну что ж, объемно так объемно. Спички. Что за спички? Какая же в этой игре хорошая книжная атмосфера? Конечно, это придется далеко не всем по душе, и это прохождение будет собирать не так много просмотров, как, скажем, тот же DayZ, но я надеюсь, что здесь будут именно те поклонники, которые меня полюбили, мое творчество за именно вот такие вот неторопливые, неспешные игры. Поэтому, собственно, продолжаем дальше. Что у нас тут за ручка? Блокнотик. Так, это что? Непонятные какие-то планы. Так, ну, короче говоря, вроде все, да? Ботинки я брать, пожалуй, не буду. В остальном, вроде как, вроде как все совсем разобрались. Да, блин, выйдет уже с этого журнала. Ладно. Так, что? Что дальше? Спать в такую рань? Вот еще. Не хочешь, как хочешь. Так, что мы тогда делаем? Давайте почитаем. Отлично, апартаменты подготовлены для меня, Джерри, просто великолепны. Это лучшая комната во всем особняке, с огромным окном, откуда открывается прекрасный вид на сад. Просто потрясающий вид, действительно захватывающий. Это как нельзя лучше позволить мне сосредоточиться на моей работе. Ладно. Как скажешь. Майкл. Что у нас тут еще есть интересного? Это светильник такой. Столик неплохой еще один. Но это больше женский такой. Хотя, как знать... Да, красавица. Прокопавшийся к лояже, я выудил оттуда неплохой стетоскоп. Больше ничего ценного там не было. Ладно. Так, я ее взял, нет? Да, взял. Зачем мне стетоскоп? В дальнейшем увидим, я думаю. Ох, здесь наверняка столько мест будет, где я буду застревать. Потому что я вообще не умею играть в игры с пиксель-хантингом. Я смотрю картинку в общем. Почему я не могу в подвал сходить? Я бы хотел сходить в подвал. Там мы были. Давайте спустимся. Хорошо. В прихожую уютно, да? Так, там у нас телефон. И, возможно, я смогу еще кому-то позвонить. Позвоню-ка я Джерри. Алло. Джерри, это я. В чем дело, Майкл? Кажется, все хорошо. Кроме одного «но». Свет не зажигается. О, не стоит беспокоиться. Забыл предупредить тебя. Я договорился с электриком. Он надежный парень. Чтобы он заехал к тебе утром. Но ты же знаешь, в старых домах ненадежная проводка. Хорошо. Я пойду разложу свои вещи и позже дам тебе знать, как мои дела. Отлично. Наслаждайся. Конечно. Хорошо. Давайте позвоним Барбаре. Кто такая Барбара? Art Hate Production. Слушаю вас. Art Hate Production? Господи, что это за название? О, привет, босс. Я просто дурачилась. Лучше не надо. Я не хочу, чтобы люди думали, что у меня здесь какая-нибудь киностудия. И не называй меня босс. Простите, просто никто не звонит. И неожиданно мне просто захотелось подурачиться. Я говорил, что так и будет, деточка. Но ты мне еще нужна. Деточка. Я просто надеюсь, что тебе здесь еще не наскучило до смерти. Ох, не беспокойтесь. Я изучаю иностранные языки в свободное время. Мне это очень нравится. Отлично. Но не расслабляйся прежде времени. Как только я опубликую свою новую книгу, этот телефон будет разрываться от звонков фанатов. Я уже молчу про письма. Так держать, босс? Я знаю, вашу книгу ждет огромный успех. Конечно. Как только я найду верную концовку. И прекрати называть меня босс. Как пожелаете, босс. Ой, простите. Спасибо. Пока. Приятный голос. Так, ну и что, давайте на этом прекратим первую серию. В следующей продолжим осваиваться в нашем новом доме. Надеюсь, вам нравится это прохождение, потому что оно очень такое для последнего времени не свойственное. Я больше как-то ударялся в экшен. А теперь хочется по новой окунуться в такую же книжную, интересную, густую атмосферу, как, скажем, в том же Колу в Ктулху или Амнезия. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующих сериях. С почином нам. Тьфу ты, блин, опять заговариваюсь. С почином нас. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok